Приветствую всех вас, дорогие мои зрители, у микрофона Ромляри, и да, уже январь, уже вторая неделя заканчивается, или я уже даже пропустил одну неделю, ну-ка. А нет, да, ну, даже можно сказать, уже вторая неделя закончится, начнётся третья на этой неделе. А я вот только сейчас, с трудом на самом деле для себя, выбираю топ-10 лучших игр прошлого года, 2014 года. И, честно говоря, даже сейчас, до конца, смотря на этот список, не уверен в своём выборе, но сразу, конечно, оговорюсь, оценочность этого списка крайне высока, субъективность его тоже крайне высока. То есть, не воспринимайте всё всерьёз и пишите в комментариях, что недовольны этим топом. Сначала мне бы хотелось просто упомянуть все игры, которые, я считаю, так или иначе были заметными и важными для игровой индустрии, для вас, и то есть во всех из них вам стоит так или иначе поиграть, обратить внимание или хотя бы, не знаю, посмотреть геймплейные и трейлерные видео, чтобы получше узнать и, возможно, она вас заинтересует. Но я так быстренько, что называется, пройдусь. The New Order, Dark Souls 2, Dragon Age Inquisition, Far Cry 4, Titanfall и, в общем-то, вот, это весь список игр, которые, я считаю, ну, вам абсолютно точно стоит на всё это обратить внимание. Некоторые из них содержатся в топ-10 и некоторые, к сожалению, не попали, но я уже должен был по-любому их упомянуть, они достойны того, чтобы вы в них сыграли. И некоторые из тех, даже, что я играл, конечно же, не попали в топ-10, к сожалению моему, но Игорь так много стал выходить, и этот год был не самым плохим, хотя я думал, что будет как раз наоборот, потому что многие релизы передвинуты на 2015, но 2015 будет ядерным и диким, хотя бы по МГС-5, скорее всего, он выйдет именно на 2015, Batman Arkham Knight и ещё, наверняка, что-то ещё будет, что я сейчас, вот прямо сейчас у меня вылетело из головы. Так, давайте начнём всё-таки топ-10, ради чего вы сюда и пришли. На 10-м месте у меня Call of Duty Advanced Warfare, буду быстренько попредложениться, чтобы не растекаться мыслью по древу. Advanced Warfare — это шаг вперёд, на самом деле, для серии, совершенно новая. Не вышло, но игра действительно чувствуется по-другому, не то что голос. Девятое место у меня Infamous Second Son, отличнейшая игра для PlayStation 4, игра, ради которой стоит купить PlayStation 4, я бы не сказал, но игра, которая определённо должна быть сыграна, если у вас есть PlayStation 4. Восьмое место — The Evil Within, интересная, очень ожидаемая игра от Синдзимиками, и, честно говоря, я не скажу, что она стала для меня новым Resident Evil 4, но это игра, в которую я определённо ещё сыграю не раз, так же, как и Resident Evil 4, но немножко не то, к сожалению, получилось. Седьмое место — Alien Isolation. Хороший очень хоррор, именно такой, именно что не то, что там отбиваться, стреляться, а вот именно выживальческий. Именно классный хоррор, в самом хорошем смысле этого слова. И шестое место — The Vanishing of Ethan Carter. Не знаю, многие ли из вас играли, это... Ну, сейчас клеймить Инди, я даже не знаю, это очень хорошая игра от Инди-разработчика, в общем-то. Пятое место — Bayonetta 2, великолепный слэшер, и, к сожалению, единственная проблема Bayonetta 2, что она только на Wii U. Но в то же время, почему мы должны обижаться на Nintendo, когда тот же God of War эксклюзивно для PlayStation, или Halo для Xbox? Ну, то есть, смысл Bayonetta 2 в том, что вам нужно купить Wii U, чтобы сыграть в класснейший слэшер от Platinum Games. Четвертое место — Middle-earth Shadow of Mordor. Класснейшая игра, которая почти всё заимствует из других, но делает это намного лучше, чем те игры, из которых заимствуют. И вводит ещё классную систему с врагами, когда вы с ними взаимодействуете, они вас помнят. То есть, такое ощущение, что вы реально коммуницируете, то есть, это не то, что какие-то статисты, а реальные люди, с которыми вы... Ну, или реальные монстры, с которыми вы взаимодействуете, и на которых у вас зуб, у вас на них. В общем, это очень классно. Эта система реально... и в сиквелах, наверное, раскроется ещё лучше, потому что всегда обычно требуется доработка всего такого. Третье место — Valiant Hearts The Great War. Очень и очень классный проект от Ubisoft. Я про Ubisoft очень много чего плохого могу сказать, но вот их проекты типа Valiant Hearts... У них несколько проектов, но вот Valiant Hearts самый лучший, по моему мнению. И он даже попадает в тройку. Вот действительно, поиграйте в Valiant Hearts The Great War. Игра за 7 рублей была в тиме по ошибке некоторое время. То есть, если у вас ещё нет её, то спросите у друзей, может, у них ещё парочка осталась, когда она 7 рублей стоила. И она стоит больше, чем 7 рублей. Сразу поправляю. Она гораздо большего достойна. И так что не пожалейте на неё отдать свои денежки. Если вы ещё этого не сделали. Второе место — South Park The Stick of Truth. Полка истины. И это очень классный проект. То есть, как человек, который любит South Park, Южный парк, эта игра просто великолепна в том, что она ничего не делает неправильно в смысле следования юмору сериала, его духу, его даже изображению. При этом отличная игра. Чисто вот в целом. Более классическая RPG, даже чем некоторые RPG, которые сейчас выходят. И первое место я дал Wolfenstein The New Order. Шутеры вообще проблемный жанр в современном мире. В современной игровой индустрии. Но вот Wolfenstein — это новый глоток. Свежий глоток воздуха для жанра. И мне кажется, для этого жанра это действительно классная игра. И для игровой индустрии в целом это очень хороший пример того, как можно рекламировать игру, почти не показывая её. То есть, классные ролики, если вы помните. Геймплей на классный. Всё классно. То есть, в этой игре и заслуженное первое место, по моему мнению. Также хотел бы сказать, что все игры, которые не попали в топ-10, достойны вашего внимания. Ещё раз повторюсь. И на самом деле это всё. Вот они, топ-10. В 2015-м, я думаю, всё будет, ну уж точно не хуже. Я думаю, даже будет бодрее, мощнее и круче. Ну вот и всё, на самом деле. Благодарю вас всех за внимание. Пожалуйста, поставьте лайк, если вам понравилось видео. Оставляйте ваши комментарии, с чем вы согласны, с чем не согласны. Что, по вашему мнению, какая из игр должна была войти в мой топ-10. Ну или в вашем топ-10 она есть. Пишите свой. И всего вам хорошего. У микрофона был Ром Лери. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»!